Самарские новости спорта Александр оформил дубль во втором периоде и еще заработал две результативные передачи, а в третьем реализовал большинство глотов. И, несомненно, первой звездой матча стал голкипер летчиков «Оселедец». Егор заработал шестой в сезоне «Сухарь», выйдя по этому вратарскому показателю на единоличное первое место. Команда смогла проявить характер, что за теми игроками, которые являются лидерами, тянутся другие, их партнеры, и не просто отбывают номер за спиной, делают свою работу так, как следует, и отоброняются, и надо забить, забьют. Работа не проходит бесследно, мы начали понимать друг друга без слов. Второй матч серии прошел уже по иному сценарию. До конца второго периода был неясен исход поединка. ЦСК «ОВС» и «Чебоксары» забросили всего по одной шайбе. Все решил третий раунд. Команды заиграли в открытый хоккей. В результате за две с половиной минуты летчики забили три шайбы, причем на любой вкус. С борьбой на пятачке, на индивидуальном мастерстве и с мощного броска. При счете 4-1 «Чебоксары» сменили голкипера, но и эта рокировка не помогла гостям изменить ход матча. Сломал второй гол у нас. Там игра была добила. Вот так в целом. С последнего нашего визита в Самару видно, провелась хорошая селекция у команды. Появились хорошие игроки, исполнители. После смены голкипера буквально через пару минут игрок ЦСК «ОВС» Даниил Гореев забил очередную шайбу. 5-1 победа Самарского клуба. Выиграли главное. Главное подниматься сейчас нам на пятое место, чтобы полегче было в блоке. А то с 8-го очень трудно будет нам проходить. У нас сейчас каждая игра, как за 6 очков каждая игра получается. Бьемся. После успешного выступления военные летчики взлетели с 8-го места на 6-е в турнирной таблице ВХЛ. За первое место продолжается борьба между лидерами чемпионата Ростовом и Мордовией. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи!